Сука! Лагай вот так вот. Вот в таком положении. Опа-опа! Опа, серьёзно? Твою мать, не попал. Сука, тупой, блядь! Иди нахуй! Я же голос сорвал. Окуительные рифмы, пиздатые панчи. Когда рождается рэпер, то родители плачут. Карьерный рост он исчезает. Что ж ты, блядь, так не вовремя, а? Не мог до скидок выпасть? Привет и всем! С вами Саша Джаггерлау. Сегодня 12 марта. От погоды желать лучшего только приходится. В общем, приехал я с универа. Здоровье, ну, более-менее поправил. Нос вроде бы пока не заложен. Хотя всё ещё к вечеру будет. Решил я, в общем-то, запилить ЛП. Купил я, кстати, про битвы. Теперь я смогу записать какой-то паркурный ЛП. Да, так вот. Чё-то я в микропрокачке зашёл прям автоматом. А когда были скидки, я на 5 шагов прокачал силу удара у вулкана. Но что-то, что-то мне кажется, это вообще незначительно. У меня не получалось даже залезть на карте Рио на первый этаж. Сейчас я вам это всё продемонстрирую. Так, Рио. Так. Но это, знаете, это плохо, что сейчас даже на пробитву надо донатить. Ну, таким игрокам, как я, которые, как бы, не играют особо так. Фонды не зарабатывают. Но, как бы, растрат у них есть. А это я ещё не говорю про нару. Которую надо закупать в большом количестве. Ну, 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 ну. Крузись, падла. Час, час ночи. Ой, тфу, час ночи. Чё, чё, граница. Час дня по моему времени. Ой, чё, слушайте, у меня чё-то гуру вообще хрипит. Буду джигурдой. Так вот, у меня сейчас час дня. А по Москве это, сколько там, 11 часов. Народу ещё мало. Думаю, сильно лагать не будет. Но, блядь, почему не лагать? Я один на карте. Твою мать. Что с танками? Что, блядь, с танками? Я уже 3 ЛП. Не могу ничего нормально записать. У меня всё жутко лагает. Блядь, чё делать? Так, вроде отвисла. Мне кажется, это либо идёт какая-то прогрузка. Вот знаете, в некоторых играх, в больших довольно-таки, есть такая тема, что как бы только ты в неё заходишь, у тебя ещё в оперативочку ничего не прогрузилось, и поэтому она у тебя изначально может подлагивать. Но тогда, когда она прогрузится, там может уже и 60 фпс быть, и более. Так вот, у меня сейчас вроде 60, 30. Ну, в общем, вроде стабильно 60. Но это до того момента, да, как зашёл танк, вот у нас только зашёл танк, и сразу сменилось на 30. Вот так вот, знаете, нестабильненько, нестабильненько у нас идёт. Так, ну вот, в общем-то, я развеял свой миф, который я сам себе надумал. Получилось у меня всё-таки залезть на первый этаж. Но, как говорится, этого мало. То есть, я от вулкана ждал большего. Так вот. Так, ладненько, давайте сейчас куда-нибудь ещё залезем. Так. Плохо. Единственный минус, что он не толкает, когда вы на боку. То есть, перевернуться абсолютно невозможно. Вы становитесь беспомощные, как изиды. А мне вот интересно было всегда. Да, а сюда я смогу запрыгнуть? Нет, не смогу. То есть, у нас угол прыжка не тот. Да. Нам тут либо с минкой, хотя с минкой мы можем и дальше улететь. Нет, нет, нет. Тут мы врезаемся чисто в проб и никак. А если попробовать стрелять? Так. Ну, давай. Ну, блин, шанс такой небольшой был, но всё равно. Если был бы у меня вкачен до М4 по силе удара, то возможно бы я ещё в воздухе бы провернулся и немножечко зацепился, как это я делал раньше с рикошетом на карте 2042. Но сейчас как бы это у меня не получается. Потому что это вулкан мазафака. Вот. Кстати, ещё. На вулкане мы вот тут пробовали стартовать на этом пляжике. Ну, тут просто ровная поверхность. Так. Всё, кроме пострела. Вот тут интересуется, чувак, какая у меня рельса вкачана. Вот, в общем-то, мы гонялись вот тут вот на нитре. И штука какая. Рикошет М4 толкает лучше вулкана М4. То есть, я не знаю. Потому что, наверное, из-за того, что рикошет толкает рывками, поэтому так кажется, что танк как бы вырывается вперёд. Вот. Но всё равно, как бы, я даже стартовал вот так вот на ВАСПе. То есть, ну, нутру. Постоянно так назад толкал. Вот. И как бы это... Ну, не очень, как бы, преимущество нам даёт. Хотя я думал, что вот пулемёт, допустим, на гонке, если зайти в трек, так вот встать, то нас вообще никто не сможет догнать. Вот, мудак, не помешал пазлу. Ну, куда ты под выстрелы? Вот. И, в общем-то, под конец трассы мы уже нагреваемся. Как бы, мы хавали аптеки на тот момент. Так, ну, блин, тут что-то скучно. Может создать для малых званий и куда-нибудь на тишину, что ли. Потому что Рио, это, мне кажется, вообще не вариант. Этот ЛП я попробуем сделать подлиннее, потому что у меня прошлый ЛП вообще был 5 минут, что ли, 5 с лишним. Вот, конечно, блин. Некоторые вон по полчаса делают, там, по часу. Ну, по часу, это, конечно. У них YouTube столько не вытянет. Загружать и так далее. Так, ну, по сути, да, ничего тут отключать не надо, что я искал. Так, давайте на 4 человека. Оденем мы сейчас, давайте-ка мы оденем Дико, Дико или Викинг Гореллю. Я вот не знаю. Давайте оденем лучше Хоррери или Викинг Гореллю. Бля, давайте Викинг Гореллю. То есть, это классика, я с нее много раз закидываю. Хотя, не, давайте Хоррери или Викинг Гореллю. Так, стоп. Я Рио не одену. Так, ну и нашу классическую белую краску. Если она оделась. Так, заходим за синих. Сейчас будем закидывать классическим методом. У меня даже получилось один раз закинуть, как показывали еще в мастерах паркура. Еще до того момента, как понерфили рельсу. То есть, даже с ухудшенной рельсой, с ухудшенной отдачей у меня получалось закидывать. А, сейчас я вам покажу. Вот на этот вот домик. То есть, каким образом. Вот тут я стоял. Тут вообще. Ехали на меня чуваки. Я как-то вот так вот закручивал рельсу. И, пожалуйста, вот они, в общем-то, залетали сюда. Даже с уменьшенной отдачей. То есть, это после нерфа рельсы. Вот. Ну, в общем, думаю, они сейчас поймут, что надо, блядь, паркурить. Они на диктаторе стоят. Хотя, не, он скрин просит. Да. Нет, вопрос такой, где все наши? Так, вон там я вижу, одна хури рельска едет. Так, ну пока 30 фп... А, нет. Фпс скачет. Только хотел сказать 30, как он скатился до 20 и поднялся до 40. Это, знаете, это самое плохое, когда вот именно он скачет. Вроде как бы фпс есть, но он нестабилен. Твою мать, уйди нахуй отсюда. Блин, не мешай, чувак. Себался нахуй. Я один закидываю. Они еще и лагают. Ну, блядь, ну а разгон? Сука! Хули... Лагай вот так вот. Вот в таком положении. У меня, походу, тоже что-то с фпсом нестабильно. Так, не-не-не-не, не так. Я хотел, чтобы он... Ну, на здание вряд ли бы он на харьке залетел. А хотя я харьок даже закинул. Я хотел, чтобы он туда, он... То есть в зону... В килл-зону, да, вот так вот. Что-то я не связанное предложение говорю, как кличко прям. Так, ну что, давайте, давайте. Я жду. Что-то вы какие-то, блядь, не паркуристы стали. Ну, 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 ну. Опа, 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 серьезно. Твою мать не попал. Ага, что сделал. Так. Нет, он все-таки не на гусеницы приземлился. Бух... Ё-о-о! Блин! Что же делать? Что же делать? Длится, конечно же. Да, да, перевернешь ты меня, угадал. У меня, кстати, до нерфа рельса не получалось перевернуть танк. То есть, я не знаю, как-то я делал раскачку. Ну, реально, не получалось у меня для этого. Вот, а сейчас, как бы, пытаться перевернуть Hornet. Я больше, чем уверен, у него рельсы не вкачанную. Не, это сказки, ребята. Это чудеса и сказки. Сука, тупой, блядь! Иди нахуй! Я аж голос сорвал. Ты не понял, блядь? Блин, нет, надо не орать. Надо быть спокойным. Воу! Вот это М2 полетел. Вот что значит, блядь! Куда я нажал? Я хотел нажать вперед, а нажал назад. Вот что значит, как бы, вовремя попасть и в нужную часть корпуса. То есть, даже М2 может полететь красивее любых там донатных корпусов. Такс. А, кстати, мне вот интересно, зачем изменили вот эту башенку? Ее вроде не сделали выше, просто саму основу сделали вот такую бетонную. блядь, так. Ладно, ты че тут встал? Он думал, что я там буду закидывать, но нет. Я опять еду сюда. Да блядь, это так... Ох, не люблю я таких вот, которые тупо зажмут вперед и никак вообще, ну просто, знаете, не маневрируют корпусом, вот просто едут. Че там за пидор, блядь, стрелял, а? Пошел нахуй, я тебя не буду закидывать. Нет, не буду. Ага, вот вот, сука. Говню. Он пишет М. Он че думает, что он правильно делает, что вот так вот им подзас... Ух ты ж! Блядь! Куда ты? Эх ты! Не спудер, ман. Ё! Ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё- на выстрел нажал но уйди нахуй стоишь тубле бесишь был йоу йоу такой резкий у него рвок был жалко только что пиздоносы кстати ребята скоро мне придет посылки с алиэкспресс я думаю вообще много людей оттуда все заказывал даже из подписанчиков из моих вот там я заказывал монопод две линзы fisheye 180 и 235 градусов зарядку 2 метра но айфоновского потому что моя короткая меня ну просто бесит вот так же я там заказал чехол для айфона ну чисто знаете для теста я по сути хочу чехол с дополнительной батареи то есть ну знаете что такая штучка на 200 миллиампер на 200 на 2000 миллиампер или еще сколько-то вот и нож кредитку думаю это вообще боям то есть есть у всех штука в чем нож кредитка вот у нас продавался сука ты тупая блин так вот написала чтоб сливали рикошета короче нож кредитка думаю есть у всех и прикол в чем у нас в магазине где продавались такие ну по сути в евросети даже да там не только по прыгушки на сотовый там и сами сотовый продавались вот ю ты сука тупая стачку пару так вот там этот нож продавался за 700 рублей я охереть это было знаете года два назад и тогда мне кажется эти ножи стоили еще дешевле то есть даже на алиэкспресс я знаете даже вот что значит не владеть информацией я когда был еще в школьном возрасте то есть лет 14 13 не было я покупал игры на компьютер при том что у меня был довольно таки хороший интернет сука ты тупая еще раз стреляешь быть очко пару я был довольно таки чё ты мало чё ты махаешь чё ты махаешь пизды получишь все равно у меня был хороший интернет и у меня была возможность скачать сторона то бесплатную игру но я сливал по 250 рублей на пиратские игры то есть а лицензии у нас как таковой не было абсолютно то есть вот так вот продавали пиратские игры выдавали это все за лицензию и это покупал при том что я имел хороший интернет вот но потом я как бы понял что хватит это терпеть а хотя и знаете я да я даже не помню с какого момента я начал качать игры в интернете то есть я довольно таки такой был лицензии лицензиозчиком якобы то есть опять же повторюсь диски я покупал пиратские но выдавали их за лицензию но потом я опять же нашел этот же ларек где продается всякие вот такие вот ножички в общем такой знаете китайские товары там часы всякие там но они вроде крутые но дешевые вот там кстати были такие но пиратские игр они не были в пленке вопрос знаете такой 9 бокс диск был вот и там я как бы начал покупать там купил я себе нфс анды кавер вроде это она еще вроде на лицензии еще как бы ну не было сука ты уйдешь отсюда или нет нахуй вот не было лицензии вроде а я ее купил как бы все друзья вау а ты чё ибо маленько в общем ребята на этом я лпшку завершу подписывайся на канал вступать группу вконтакте с вами был саша чагернаут на посту даже когда идет дождь его образ на холсте нарисовал слепой художник это не он подкидывал пацан